Добрый вечер! Вы, наверное, заметили, что возрождается новая блистательная традиция. Гости не только по четвергам, гости в том числе и по понедельникам. Причем в силу своей уникальности гости по понедельникам. График невозможно выстроить, и талантливых людей, совершающих потрясающие поступки, их все больше и больше. Дней недели не хватает. У талантливых людей, у них есть такая особенность, они сегодня здесь, а завтра вдруг уже куда-то взрывной волной их отнесло, и они поскакали совершать, например, подвиги или добрые дела во славу человечеству. Поэтому вот здесь я, как дуримар со специальным колпачком для ловли буратино и пиявок, успеваю поймать какого-нибудь бесценного собеседника и в том числе распорядиться в его пользу понедельником. И удивительное стечение обстоятельств. Вдруг из тундры, не возьмись, выехал Алексей Мочелов, живой и здоровый. Здравствуй, Леша! Здравствуй, Сергей! Мне кажется, просто растет популярность твоей передачи, раз тебе уже практически не надо ничего говорить в эфире, и приходят из тундры всякие Алексеи, которые рассказывают о своих похождениях. Тундра богата на героев, она, правда, не всегда их возвращает в наш мир. Иногда оставляет себе на память. А здесь удивительно, ты вернулся. Ты поехал, я, насколько помню, на пару дней спросить, сколько времени у местных оленеводов. Ну, давай, на самом деле, с подробностями. Ну, в общем, да, история-то мы, как бы, о ней немножко рассказывали полгода назад. История примерно следующая. В апреле 2013 года у меня скоропостижно скончался под Нарианмаром Land Rover Defender. Еще раз очень, где он у тебя скончался? Это город такой Нарианмар, он находится за полярным кругом столицы Ненецкого автономного округа. Причем не надо путать его с Ямалой, Ненецким округом, это разные регионы. Так, урок географии. Да, да, но это на всякий случай, потому что в составе нашей нынешней экспедиции две трети участников до попадания в Ненецкий округ думали, что они едут в Ямал, Ненецкий округ. То есть даже опытные путешественники, в общем-то, не совсем разделяют эти два субъекта федерации. Где ненцы вводятся в этой стране, знает не каждый учитель географии. Ну, так поэтому мы пойдем на пенсию учителями географии, потому что мы-то их видели живьем. Вот, в общем, таким образом у нас появилась недвижимость под Нарианмаром, которая стала поводом туда ездить по несколько раз в год. То есть сперва мы туда съездили летом, пытались его вытащить оттуда на борже. Из этого ничего не получилось. Поэтому стало ясно, что надо ждать зимы, когда встанут зимники, и вытащить его, соответственно, оттуда потом буксируем. То есть когда природа наконец-то позаботится о стране и проложит дороги, станет возможным прокатиться на этом автомобиле до Москвы. Ну да. Который там, недвижимость местная, она же достопримечательность, она же спасибо Лендроверу за этот памятник. Так точно. Вот, соответственно, его, к нему ходили, естественно, люди фотографироваться там и так далее. То есть он был, в общем, больше полугода местной, на самом деле, достопримечательностью. Дефендер вообще в тех краях, это был первый и последний раз. Ну, не совсем. Там в Нарианмаре есть то ли два, то ли три Дефендера, на самом деле. Причем живых и здравствующих, но они абсолютно такие штатные, стандартные. Народ ездит на них по городу. То есть городская машина. Правильно. Вот, и, значит, когда пришла зима, мы встали перед вопросом, каким образом нам за ним ехать. Дорога в Нарианмаре у нас существует одна, и она тоже нерегулярная, зимник. Прости меня, все-таки, поскольку у меня по географии всегда была тройка натянутая. Уточни, а летом почему не получилось? Потому что тебя здесь давно не слышали в этом эфире. Но летом не получилось, потому что Нарианмар — это город, который стоит просто посреди тундры. И к нему нет ни одной сухопутной дороги, в принципе. Единственный способ туда попасть — это на самолете, либо по реке. На катере километров 400 примерно. Откуда? Из Коми, в районе села Усть-Цильма есть пристань, от которой можно, в принципе, уйти на катере. Мы плавали таким образом этим летом. Эта маршрутка стоит порядка 10 тысяч рублей с человека. Ну, в общем, местные люди могут себе позволить, но могут себе представить маршрутку за 10 тысяч рублей. То есть это сумасшедшая совершенно цена, и плыть надо примерно целый день. Лексу-то вы только не говори об этом. А мы же молчим, нас же никто не слушает. Он всегда выручает. Так точно. Вот. И, соответственно, вытащить оттуда машину можно только на борже, на которой, в общем-то, и происходят все грузоперевозки. То есть есть специальные паромы, которые ходят вдоль Печоры, в Верховье, и перевозят различный автотранспорт. Запись на эту боржу за 2-3 недели. Очередь сумасшедшая. И впихнуть туда сломанный автомобиль, тем более, когда тебя нет в Нарианмаре дистанционно, невозможно, даже с учетом большого количества друзей в Нарианмаре. Потому что, ну, просто, скажем, спрос настолько превышает предложение, что, ну, в общем, это чудо. Плюс к тому, город Нарианмар, он очень богатый город. Он входит, вон, в пятерку богатейших городов Российской Федерации. Зарплата там сумасшедшая. Поэтому вывезти, например, машину в кузове грузовика нам заряжали такой ценник, от которого москвичи, которые, в общем-то, не избалованы большими деньгами, как бы об этом не говорили бы в регионах, просто падают замертво в обморок. То есть, самый маленький прайс, который мне предлагали за просто попутную перевозку машины в кузове грузовика, потому что машина все равно идет под загрузку в Москву, фура, идет пустая. Вот за то, чтобы просто туда закинуть ландровер, который весит всего 2 тонны, самый маленький прайс был за 40 тысяч рублей. Он периодически возрастал до 60. Понятное дело, что мы крутили пальцем у виска, потому что 10% стоимости машины платить за ее перевозку, ну, в общем, глупо. Поэтому мы просто спокойно подождали 6 месяцев, он постоял в городе, тундра замерзла, река замерзла, и мы, соответственно, его вывезли буксиром, вот уже сейчас, ну, это так забегает чуть вперед, и за 10 тысяч рублей поставили его на автовоз в Сыктывкаре, и он доехал, соответственно, до Москвы совершенно чудесным образом. Ну, в общем, таким вот, скажем, находчивым способом мы обходим надувательство и обдираловку в нашей стране. Итак, это была вступительная часть о том, как лендровер пытался стать на ренмарской недвижимостью. И летом удалось его посетить, возложить венки к могиле покойного, уехать обратно в Москву ошарашенной суммой в 40-60 тысяч, и вот теперь по зиме грянул Новый год и... Грянул Новый год, и буквально, когда в Европе уже праздновали Рождество, при просмотре прогноза погоды стало ясно, что можно совершить подвиг. Потому что в Ненецком округе сильнейшая оттепель, все тает, и к Новому году ожидается страшный мороз. То есть для нас это был просто такой нереальный карт-бланш, потому что... Ну просто по опыту езды по северу получается такая картина, что если все вдруг растаяло, а потом резко замерзло, у вас получается огромный каток в сотни километров в ширину, в длину и так далее, по которому можно, в принципе, ездить в любую сторону. Это означает, что тундру заасфальтировали? Да. Соответственно, машины у нас стандартные, у нас не треколы, там не вездеходы, не гусеничная какая-то техника. У нас обычные стандартные внедорожники, у вас Патриот и Форт Рейнджер. На них проехать в сильно снежную погоду, а там сильно снежная погода полгода в году, ну, в общем, нереально. То есть по этой причине никто никогда не ездил каким-либо другим путем в Нарьянмар, нежели просто по официальному зимнику, который идет через Усинск. У нас появилась возможность проскочить в Нарьянмар вдоль Баренцевого моря. То есть выехать из Архангельска строго на восток, дойти до города Мизень и уйти в тундру. И пройти 600 километров по старому тракту, по которому ездили в свое время на оленях. Потом, соответственно, когда появились снегоходы, стали ездить на снегоходах. Но автомобили там не ездили никогда. То есть вот в истории, в принципе, Ненецкого округа никогда в жизни ни один автомобиль не проезжал по вот этому самому пути. Естественно, когда ты слышишь и понимаешь, что ты можешь сделать что-то первым, ну, в общем, дальше уже не остановить, называется. То есть понимание того, что мы точно едем, ко мне пришло, когда я уехал на Новый год в Стамбул. И в Стамбуле я понял, что нельзя засиживаться ни на какой-то загранице, надо срочно, соответственно, уезжать. Второго я прилетел в Москву, четвертого мы уже с вторым экипажем из Челябинска встретились в Архангельске. Пятого числа мы уже были в Мизине. И на Рождество мы, соответственно, дернули в тундру. Это уже было наше православное Рождество. Не нужен тебе берег турецкий и проще тебе ничего не нужно. Дай мне, пожалуйста, берег Ненецкий. Решил ты в городе Стамбуле. Точно. И так как предприятие, мягко скажем, очень рискованное, нигде ни на своей страничке в Лайв Джорнале, ни в Фейсбуке, нигде я это не анонсировал. Потому что шансов проехать, реально, это лотерея, абсолютно. Поэтому мы молча уехали, поставили единственное спутниковые трекеры на машину, для того, чтобы наши друзья и родственники могли, в принципе, понимать, где мы погибаем. Ну, чтобы МЧС просто знал, куда скинуть запас. В Архангельске, в Нарьянмаре мы наших друзей поставили в известность о том, что мы едем, просили их не ставить в известность МЧС. Они в итоге все равно поставили в известность МЧС, потому что все понимали, что это попытка суицида. Но, к счастью, нас никто не спасал. То есть, таким образом, мы под Рождество на полном серьезе уехали вот просто в никуда. Совершенный подвиг. Точно. Алексей вернулся, подробности после новостей. Алексей Мочилов совершенно внезапно живой вернулся из Тундры. Он ездил туда навестить свою собственную недвижимость под названием Лендровер Дефендер. Теперь вот подробности, как он возвращался оттуда. Как ты туда добирался, а потом как ты оттуда возвращался? Значит, для того, чтобы сейчас, опять же, описать, ну, чтобы было более-менее хотя бы приблизительное понимание, на чем и с кем мы туда поехали, я, соответственно, расскажу чуть-чуть о машинах и о людях. Значит, второй экипаж, который подорвался вместе со мной пройти маршрут Архангельск-Мезень-Нариан-Мар, прошу прощения, это достаточно известный в наших кругах путешественник Евгений Шаталов со своим штурманом Алексеем Братеневым. Они традиционно ездят на УАЗе-Патриоте, причем последний подвиг этого УАЗа-Патриот, что он, между делом, съездил в конце лета, в начале осени на Тибет. Ну, так, нормально. Патриот на Тибете. Вы часто слышали про такие истории? Ни разу. Вот. Ну, в общем, это машина, у которой на бортах нарисована карта, как они ехали через Китай на Тибет. Соответственно, вот эта машина в такой боевой раскраске вдруг попадает в ненецкий округ. Практически хрен рейки не слащит. Ну, да. Вот. К поездке готовились, в общем, в аварийном режиме практически во время новогодних праздников, поэтому я свою машину, например, забрал из сервиса. У меня не работала лебедка, не работал допсвет и вообще много чего еще не работало. Просто она была забрана с подъемника и увезена на север. И все. В том виде, в каком она болталась, соответственно, в автосервисе. УАЗик, конечно, немножечко был в более бодром состоянии, потому что он, ну, практически как шоу-кар. Евгений, он владелец дилерского центра УАЗа в Челябинске, поэтому человек, в общем, который с собой, своим примером продает эти УАЗы. Насколько я знаю по рейтингу в нашей стране, они находятся на четвертом месте. Это, в общем, очень хороший результат, потому что продать такую машину, в моем понимании, очень сложно. Я не буду ее хвалить, потому что я не умею хвалить машину марки УАЗ и машину марки Лондровер. То есть подвигом является и езда на УАЗе, и продажа УАЗа? Однозначно. То есть то, что человек на полном серьезе избрал своим бизнесом продажу УАЗа, это в любом случае жизненная позиция и гражданский подвиг. Я считаю, что таким людям надо обязательно ставить памятники. Обязательно. Потому что, ну, вы можете себе представить, что практически основа рекламной кампании всего дилерского центра — это вот подобные экспедиции хозяина дилерского центра. То есть в каждой такой экспедиции хозяин может сгинуть. Божественно. Удивительно, что возвращается. Конечно, потому что это не езда на Лондкрузере. Причем самое смешное, что у Евгения дома-то стоит Лондкрузер, и он по городу на нем ездит. А в экспедиции он ездит, соответственно, на УАЗе. И это очень смешно. Триот. Да-да-да, это очень смешно. Ну, как бы по-дружески, в общем, никто ни на кого не обижается, что мы над ним стебемся. Значит, поэтому машины, в общем, в достаточно такой хиленькой подготовке на практически штатных колесах. То есть у меня зимний Мишлен на УАЗе, там, грязевой БФ Гудрич зашипованный. Размер колес для специалистов, чтобы было понимание, 32 дюйма внешней. Поэтому, в общем, машинки обычные. То есть мы на них ездим по городу, по асфальту в основном. А тут нужно преодолеть 600 километров тундры, на которой нет автомобильных дорог. То есть там есть какие-то снегоходные следы, периодически есть вездеходные следы от ГТСов, от гусеничных тягачей. Ну, в общем, любой человек, который видел когда-либо со стороны снегоходный след, он понимает, что автомобиль в этот след никак не помещается. По ширине уж точно, ну и, соответственно, редкий снегоходный след удержит массу машин. Ну и, опять же, любой человек, который видел когда-либо колею от гусеничного вездехода или, например, от танка, он понимает, что колесная техника стандартная по этой колее ехать тоже не может. Ну, в общем, вот такие следы, они как бы в тундре встречаются, и по ним нам, в общем-то, и предстояло ехать на этих машинах. Мы даже не производили перекличку у кого есть какое снаряжение, мы когда встретились в Архангельске, сели в гостиницу и, наконец, посмотрели друг в глаза и спросили, а что у нас вообще есть. И в Архангельске мы метались по магазинам, покупали какие-то там лопаты, буры для того, чтобы проверять толщину льда. Да, купили две мормышки для того, чтобы с нас кончится еда, можно было ловить рыбу, ну и так далее. В общем, мы занимались вот таким вот шоппингом мужским перед тем, как уйти практически на месяц в тундру. Но мы при этом не собирались уходить на месяц, а у меня вообще по плану 13 января были взяты билеты на концерт Пелагеи в Крокус-Сити-Холл. Вот, я вообще, честно говоря, планировал вернуться. Это вообще стимул выжить в тундре. Да, конечно, да, да. И то, что мы финишировали, то, что я в Москву приехал 1 февраля, это не входило ни в какие вообще в принципе планы. Соответственно, ожидалась просто маленькая победоносная война. То, что мы уйдем в тундру, по-быстрому по катку практически доедем до Нарянмара, отчитаемся, что мы первые, то, что мы чемпионы и вообще мы круче всех. И все, и разъедемся по домам. Но, как известно, как говорится, хорошо оно все выглядит только на экране монитора компьютера, когда ты рассмотришь прогноз погоды и карту мира. А когда ты приезжаешь на место, ты понимаешь, что ты вообще ни разу не в сказку попал. Потому что, когда мы даже в Мизине спрашивали, а можно ли проехать, ну, вообще, какие у нас есть шансы куда-либо проехать, нам говорили так, что вот следующая деревня в 100 километрах село Несь, а после него еще там где-то через 150-160 село Нижняя Пеша. Вот вы, если до Нижней Пеши доедете, вам памятник поставим, потому что до туда на Ашинах не ездят. Иногда проскакивают в марте-апреле за гусеничным вездеходом на УАЗах для того, чтобы просто перегонять машины, чтобы по деревне ездить. Ну, март месяц это все-таки такой уже хорошая погода, когда все снегоходные дороги встают плотным настом и, в принципе, проскочить много ума не надо. А вот так, чтобы в январе, в начале января поехать по туннере, ну, любой северный путешественник вам скажет, что это не сезон, мягко скажем. Потому что практически полярная ночь все время, наста как такового нету, постоянно может дуть пурга и при всем при этом очень редко бывает тепло. То есть у нас практически всю поездку температура выше минус 20 ни разу не поднималась. У нас был диапазон минус 20, минус 40. Для путешествия по северу это очень некомфортная температура, надо сказать. Для путешествия даже по югу это некомфортно. Ну, у нас на юге, сам знаешь, какая погода сейчас, неизвестно, где теплее. Мы когда как раз возвращались, я слушал про нас погода, я понимал, что в Ростовской области, в Краснодарском крае холоднее, чем в некоторых регионах Ненецкого округа. Поэтому, в общем, у нас погода в стране сейчас не очень предсказуема. Вот. Ну и, в общем, мы тронулись в путь. И дальше стали происходить события, которые мы между собой стали уже обсуждать как некое чудо. Потому что вот ты едешь, с тобой происходят какие-то сложности, ты там постоянно куда-то проваливаешься, копаешь, дергаешь и так далее. Но ты понимаешь, что тебя какой-то ангел-хранитель ведет просто по дороге. Потому что от каких-то крупных неприятностей обстанно что-то уберегает. И мы приезжаем вот в первое попавшееся село Несь. И понимаем, что мы в само село въехать не можем. Потому что снегоходная дорога идет параллельно с оврагом, который разделяет снегоходную дорогу и село. Ну, мы просто нырнули в этот овраг. Там по какому-то бревну практически проскочили на двух машинах. Выезжаем к первому попавшемуся дому. А там гуляет муж с женой с двумя детьми. Вечерняя прогулка у них такая оздоровительная. В вечерних плацах примерно 40 по Центральной улице. Да. Мы, соответственно, выезжаем абсолютно такие радостные, с улыбками, на лицах. Спрашиваем, где у вас можно здесь переночевать. Они говорят, а вы, говорит, откуда? Мы говорим, из Мизени. Они говорят, а куда? Мы говорим, в Нарьян-Мар. Они говорят, тогда идите к нам. И все. Герои, идите к нам. Да, мы моментально, естественно, вселяемся просто в гости. Нас кормят, поют, спать укладывают и так далее. Там же обнаруживается то, что у нас, например, дефицит нормальных карт в GPS. И у хозяина гостеприимного дома оказывается такой же GPS, как у меня. И он мне сливает карты со своего GPS в мой GPS. Вы можете себе представить, да? Вот Ненисский округ в деревне, в которой 100 километров по тундре на оленях. И ты встречаешь человека там. Первый папа же человек, у него лежит точно такой же Garmin Montana, как у тебя. Соответственно, этот же человек нам между делом заливает снегоходные треки. Они, конечно, нам не очень подходят, но все-таки снегоходные треки, все GPS-овские и так далее. И мы начинаем понимать, что это какая-то судьба. Просто судьба. Соответственно, после Неси в сторону Перши дорога гораздо хуже. Но она, в принципе, еще есть, потому что на снегоходах с прицепами таскают продукты. Потому что все продуктовое сообщение, весь завод происходит на снегоходах. Ну и, в общем, мы худо-бедно тоже начинаем ехать. Движение падает, в общем-то, достаточно сильно. Вот эти 160 километров до Перши мы шли сутки. 24 часа. Естественно, там копали уже, проваливались уже. Ну, в общем, получали удовольствие. И при проезде через один из ручьев мы вниз-то съехали в ручей. А на подъем машина не идет. Потому что всяческая гусеничная техника и снегоходы, когда осенью там проскакивали, они на своих гусеницах вывозили воду постоянно. И весь подъем зашлифовали намерт. Ну, просто каток только под уклоном там 30 градусов. И деревьев-то нет, это же тундра. То есть лебедка-то, она, конечно, хорошо, но она бесполезна. А форт у меня стоит сзади. А уазик, соответственно, вот впереди болтается в этом овраге. То есть назад-то я могу, конечно, вытащить, а вперед-то нет. Ну, в общем, начинаем ходить и вдруг спотыкаемся по торчащую из тундры полуось вбитую. Просто, да, в тундру. И вот ты дальше начинаешь понимать, что вот эти вот знаки, они вообще не случайны. То есть, ну, вот мы больше нигде никогда в тундре не встречали вбитую полуось. Вот именно в этом овраге, где мы застряли, была вбитая полуось. И так далее. И вот подобных примеров, на самом деле, можно прям список вывезти. Значит, ну и, соответственно, мы за эту полуось вытащились. И у нас обрывает ремень привода всех агрегатов на дизеле УАЗа. Вот тут просто так. В машине 30 тысяч пробег, ничего не предупреждало виды. Просто обрывает ремень. И машина, соответственно, глохнет. На улице минус 30 с лишним. Ночь. И машина говорит все. Ну, благо ребята опытные. Они там открыли крышки, книжки. Позвонили по спутниковым телефонам там разным мастерам. Поняли, как натягивает этот огромный ремень, который соединяет все несоединяемые агрегаты под капотом. Ну, в общем, почти 4 часа они это делали. Пока они делали это, мимо нас проезжал один вот такой дальнобойщик на снегоходе с прицепом, который вез продукты. И проезжал одиночный снегоходчик, такой совершенно нестандартный для Ненецкого округа наружности. Он был в шлеме, что вообще просто экзотика в данных краях. И в нормальной экипировке. Причем на хорошем таком снегоходе, на линксе, беленьком. Там прям, ну, со страницы из журнала сошел. И он так к нам подъезжает, открывает, забрал шлемы и говорит, Алексей, где? Я говорю, я. Он говорит, привет от Максима. Ну, это тот человек, с которым мы ночевали в Неси. Он говорит, дальше вы все равно, говорит, не проедете. Но если вдруг вы проедете, то, говорит, заходите в гости. Я, говорит, председатель колхоза. И уматывает такой, не прощаясь. Ну, соответственно, мы практически сутки рубились до этого председателя колхоза. Мы приехали в Пешу, нашли его дом. Ну, естественно, как бы село не очень большое. Там каждый показал, где он живет. И он приезжает и говорит, я, говорит, вас не ожидал тут увидеть. Говорит, ну, раз уж приехали, то, конечно, заходите. Ну, и, в общем, вот мы опять же прийтились. То есть никакого, никаких палаток, никакого такого супер-мега-арктического экстрима вроде бы и нет, на первый взгляд. Кругом цивилизации и хорошие люди. Подробности пусть и новостей. А также с чудом, выжившим Алексеем Мочеловым, который съездил покататься по тундре. Значит, мы остановились на, соответственно, том, что нам не удавалось до этого момента практически нигде ночевать, даже в тундре. Потому что мы все время попадали кому-нибудь в гости. Причем у нас не было ни паролей, ни явок, ни знакомых в этом районе вообще, в принципе, даже отдаленно. И, соответственно, в нижней пёше мы попадаем опять в гости. Опять же ночуем в тепле, но при всем при этом машины не глушим вообще, в принципе, из-за того, что на улице такой мороз, что я точно знаю, что Ford Ranger не заведется, например. Ну, и про УАЗ я вообще молчу. То есть УАЗ, в принципе, не заведется даже при более теплой температуре, в моем понимании. Хотя владельцы патриотов могут со мной поспорить. При этом тоже интересная деталь. Вы же понимаете, что в тундре заправок нет. И это одна из причин, почему я считаю, что на пикапе в тундру как раз и надо ездить, а не на обычном внедорожнике. Потому что, например, у меня в кузове было 400 литров дизеля. То есть вы можете себе представить, сколько это канистр. Я вам скажу по секрету. Это 18 канистр из-под химии 20-литровых. Потому что они дешевые. Если что, их можно просто сжигать после заливки топлива. И еще две двадцаточки, такие обычные, которые на заправках продаются. Вот, соответственно, 400 литров солярки в багажнике, в кузове. Плюс там же еще все снаряжение. Плюс еще, естественно, полные баки и так далее. Ну, в патриоте было поменьше, потому что патриот вез с собой гораздо больше снаряжений. Запчастей. Да, то есть я был танкер. А он был путешественник. Путешественник, точно. Ну, и, в общем, переночевали мы в пёше. И вот этот Михаил, который представился как председатель колхоза, он так говорит. Ребята, говорит, ну, вы, конечно, мужики. Говорит, вы доехали до пёши. Вы реально герои. Вы там Амутсен и Крузенштерн в одном лице. Он говорит, ну, дальше, говорит, ну, вряд ли вы проедете. Потому что вот 160 километров, даже больше, там, где-то около 180. Да, на Рианмара, говорит, в принципе, очень редко кто-нибудь ездит на чём угодно. На снегоходах, там, на вездеходах. Это, ну, происходит там раз в неделю. Там какая-нибудь техника проходит. Поэтому, говорит, вот то, что вы сюда приехали, это был автобан. А вот дальше будет интересно. Я так понимаю, предложил вам где-нибудь на опушке выбрать место для памятника. Ребят, вам где тут сделать? Да, и вернуться назад в Мизинь, в общем-то, по сути. Причём, прошу прощения, сразу перед всеми, кто в теме, я постоянно ставлю неправильное ударение. Потому что Мизинь — это Мизинь. И город Индиго, куда мы ехали, он произносит Индиго, а не Индиго. Но я периодически ошибаюсь. Это, к сожалению, не искореним. Чёрт не русский. Абсолютно. Значит, в итоге нам Михаил показал правильный выезд из деревни. Такой, ну, просто правильную снегоходную колею, которая уходит из деревни. Мы выехали, проехали километра 2-3, уперлись в перелесок и, в общем, стали понимать, что дальше реально будет весело. Потому что через этот перелесок мы тащили УАЗик на лебёдке вообще всё время. То есть, Форд за счёт того, что он полегче, он более-менее проскочил и легче его уже. Это же снегоходная дорога. Естественно, там по полю, когда по тундре снегоход едет, они там всё-таки как-то виляют. Она становится достаточно широкой. Потому что, ну, он же не один проехал. А когда в лес, надо проехать между деревьями. Естественно, снегоходы все как-то выдыхают и просачиваются. А ширина машины, она немножко почему-то не такая узкая, как у снегохода. Ну, в общем, вот Фордик у меня как-то проскочил, а вот УАЗик не очень. Ну, и вот мы там часа полтора его перетягивали. Спустились потом на пойму дельты реки Пёша. Это уже практически впадение в Баренцево море. То есть, мы таким образом, в общем, доехали до Северного океана нашего ледовитого. Побывал на море. Да-да, ну, а что бы нет. Тоже хорошо. И народу нету. Пляжей нудистских много. Ну, и, в общем, спустились в низину. И там вот ехаться вообще перестало. То есть, еще Форд худо-бедно сам себя везет. А УАЗик, он тяжелый. И он постоянно прорывает, падает на мосты и все. И самое главное, что снега стало гораздо больше, чем на западе. Вот этой всей тундры Канинской. И там-то мы ехали более-менее нормально. А здесь все. Там сколько ни копаешься, но до тундры не докопаешься. То есть, ну, грубо говоря, сантиметров там, может, 60 снега. Да, там, примерно. Это там, где нет переметов. Ну, и все. То есть, на этом проходимость стандартного внедорожника, в принципе, заканчивается. Ну, в общем, мы на Лопате худо-бедно доехали до плато. Выехали наверх. Потом очередной раз там какой-то произошел небольшой скачок температуры. И снег просто превратился в такую рыхлую крупу. Причем снега нереальное количество. Между неровностями рельефа надувает его, естественно, там метра, полтора и два. И машина не топчет его вообще никак. То есть, вот. И ты уже и назад не можешь вернуться. Потому что, как бы, по своим следам уже вряд ли проедешь. И вперед она не особо едет. Ну, в общем, мы решили, что утро вечера мудренее, переночевали. С утра встали, позавтракали. В машинах спали. Да, там уже мы... Гостиницы кончились. Да, гостиницы кончились. Уже началась нормальная такая арктическая жизнь. Значит, с утра проснулись, позавтракали. Понятное дело, что все готовишь прямо в машине, на газовых горелках. Сейчас уже оборудование позволяет там воду вскипятить за три минуты и так далее. В принципе, никаких бытовых каких-либо вот этих неудобств, которые там раньше туристы из прошлого испытывали там всякими примусами и так далее. Этого уже ничего нет. То есть, все-таки 21 век дал много хорошего и таким сумасшедшим, как мы. Ну, и, в общем, начинаем трогаться. И тут мне по рации ребята говорят, у нас, говорит, лопнула полуось. Ну, и, в общем, зависает пауза над тундрой, потому что ты понимаешь, что, в принципе, на полном-то приводе мы сюда приехали чудом, а на переднем приводе мы не уедем отсюда никогда просто. К счастью, ребят запасливые, у них была с собой полуось, даже две. Но проблема-то вот в чем. В том, что поменять полуось, это не то же самое, что там поменять колесо. То есть, это нужно, во-первых, вытащить обе полуоси с двух сторон, чтобы понять еще какая. А потом нужно достать дифференциал заднего моста, потому что обломок чаще всего остается внутри. И вот эта вот операция, когда на улице там давит мороз под 40, и при этом не штиль, а пурга, она выглядит абсолютно фантастической, потому что ты не можешь защититься от ветра, потому что это поле, ты не можешь ничем отгородить, ну, как можно обложиться там всякими пенками и так далее, но это настолько нереальные условия, то есть ты когда выходишь из машины, вот каждый выход из машины ты воспринимаешь как некое испытание, потому что ты выходишь чаще всего в сноубордических очках, потому что иначе все обмерзает сразу в маске, которую одевают под шлем снегоходчики, и в капюшоне. Вот тогда ты, в принципе, себя чувствуешь нормально, в чем в арктической куртке, в сноубордических штанах, с термобельем, и тебя все равно так продувает, что минут через пять ты понимаешь, что если ты сейчас не сядешь в машину, или не начнешь заниматься активным спортом, зарядками, ты просто околеешь. В общем, чинить что-то невозможно. В общем, мы посидели там несколько часов, посовещались и поняли, что нам надо как-то доехать на каком-нибудь буксире, до какой-нибудь цивилизации ближайшей, чтобы машину загнать в любой ангар, даже пусть не отапливаемый, хотя бы где пурги не будет, и все это дело поменять. Да, ближайшая деревня, которая у нас впереди, 10 километров по тундре. Ну, мы, соответственно, связываемся с Михаилом из Нижней Пеши, опять же. То есть люди, естественно, вот они вошли в нашу вот эту вот жизнь, и потом несли на себе огромную, скажем так, нагрузку за нашу экспедицию, да, и ответственность. То есть мы знакомились просто на ровном месте, и потом от них, на самом деле, зависело дальнейшее наше движение во многом. В общем, мы звоним Михаилову и спрашиваем у него, есть ли у него какой-нибудь, например, вездеход, который пойдет в ту сторону. Он говорит, да, пойдет через неделю. Ну, не очень подходит. Он говорит, ну, тогда мы можем его выслать вам, но это будет просто как аренда вездехода. То есть вы оплатите его работу, работу, ну, топлива, рабочих и так далее. Сколько? 25 тысяч. То есть ценник такой достаточно взрослый. Но расход топлива у него, на самом деле, сумасшедший. То есть он по снежной солене может расходовать до 100 литров на 100 километров солярки. Если есть то, что там арктический завоз, то солярка стоит не 33 рубля, как на Москве в заправках, а ценник доходит до 60 рублей за литр. То есть, в принципе, если все так вот прикинуть, это не очень дорого. Но все мы получаем определенное количество денег в месяц, да, и когда тебе говорят, что давай вот за 10 километров эвакуации заплатить 25 тысяч. Естественно, любой там житель города, который думает, а за сколько бы заказать эвакуатор для перемещения по Москве за 1800 или за 2200, да, естественно, ну, в общем, ломаются файлы абсолютно. То есть ты перестаешь понимать вообще истинную стоимость денег. Зато понимаешь истинную стоимость жизни. Да. Вот, в общем, мы соглашаемся на эти самые 25 тысяч ради того, чтобы проехать 10 километров на прицепе вездехода. И он говорит, хорошо, говорит, он придет к вам через полтора дня. Уже вышел. Да. То есть расстояние между Нижней Пешей и нами 40 километров. То есть он, ну, они просто не, другой темп жизни. Там нет такого, что прям сел и поехал, да. То есть надо поехать. Да, хорошо, вот мы сейчас поужинаем, поспим, завтра с утра заправим ГТС, возьмем с собой гостинцев и поедем. Ну, то есть вот другой темп жизни. То есть это не Москва, где ты вызвал такси и, пожалуйста, к подъезду через 15 минут. Ну, это все по-другому. То есть ты, в принципе, должен быть готов жить в тундре, независимо от состояния машины, неограниченное количество времени. То есть должны быть хорошие спальники, одежда, там, какие-то грелки и так далее. Потому что это хорошо порвалась полуосень, а не, например, лопнул коленвал. Ну, то есть такое же тоже может быть. Вот это везение всего лишь полуосень. Да, всего лишь полуосень, конечно. И поэтому нам постоянно все говорили, ребят, вам крупно повезло. Вот эту присказку мы ее слышали постоянно. И вот даже когда у нас что-нибудь ломалось, и мы понимали, что мы там можем остаться жить, нам всегда все говорили, «Парни, вам очень крупно повезло. В этом году такая хорошая погода стоит в январе. Вот в прошлом году вы тут бы все бы померли. А в этом году вы тут всего лишь при смерти». Вот. Ну, в общем, нам надо полтора дня коротать время. Представляете картину, значит, перед вами тундра, да? То есть это то же самое, что стоять в поле. Ну, то есть там ничего не происходит. В двухстах метрах от вас берег Баренцевого моря, который, в принципе, не замерзает, но вода видна только на горизонте. То есть весь берег тарашеный. И делать радикально нечего. Ну, вот нечего делать там. Ну, вот, в принципе, никаких занятий нет. То есть чинить без толку сидеть в машине уже надоело. Мы вдруг смотрим, и из-под снега торчит труба. Ну, такая какая-то странная конструкция. Мы понимаем, что это рыбацкая избушка. Рыбаки там приезжают, в ней ночуют периодически, когда на промысел приезжают. Мы ее, соответственно, отрыли, залезли в эту избушку, нашли там буржуйку, начали ее топить, благо дрова у нас с собой были, потому что мы везли с собой тоже буржуйку на случай атомной войны. Три часа мы там рыдали крокодилями, слезами, потому что горячий, теплый воздух из печки наотрез отказывался выходить через трубу. Мы уже ее и так чистили, и сяк чистили, и газовыми горелками грели. И уже что только не делали, и уже чуть ли не выходили там, и выманивали там какими-то шаманскими заклинаниями. Нет. То есть вся избушка внутри, газовая камера, на улице через трубу не идет ничего. При том, что ты фонариком светишь, она чистая. То есть ты это сверху смотришь, а там костер горит в печке, а дым не идет. В общем, три часа мучились. Но причина на самом деле была в том, что мы просто ошиблись с маркой дров, как говорится. То есть надо было брать нормальные сухие какие-нибудь сосновые дрова, и было бы все хорошо. А мы схватили первое, что продавалось по дороге, это были как бы этого года не до конца высушенные березовые дрова. Они же не горят в принципе. То есть это даже в хорошей печи с хорошей тягой практически невозможно разжечь. А в данной ситуации это абсолютно экстремальная ситуация. Вот. И, соответственно, мы три часа промучились, плюнули, поставили шатер, подостали свою буржуйку, еще три часа крокодилями слезами рыдали. Ну и, соответственно, плюнули, и в итоге так и ночевали в машине, смотрели фильмы всячески. Вот. В общем, эксперимент с шатрами, буржуйками и так далее в тундре оказался совершенно несостоятельный. Ну, в общем, приехал на следующий день вездеход, вытащил нас в деревню Воланга, а в деревне Воланга оказалось нет ни одного ангара, потому что там живет 21 человек. И мы все равно трое суток чинили машину посреди тундры собственными руками. И, в общем, практически зря прокатились за ГТСом, потому что чинить все равно пришлось самим. Новости. Да, и с Алексеем Мочиловым, которому я задаю только один вопрос, что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Вот Леша рассказывает, как это было. Да, ну, в общем, так как у нас осталось совсем немного времени, я сейчас немножечко так форсирую все-таки события, потому что те, кому интересно, все-таки могут досконально все прочитать у меня в ЖЖ и даже задать некоторые вопросы. ЖЖ — это Live Journal, так на всякий случай. Значит, починились мы в Воланге. Жили мы там трое суток в деревенском клубе, который есть, заметьте, в деревне, в которой живет всего 21 человек. В этой деревне нет никакой связи, кроме красного телефона автомата, который был поставлен по какой-то там федеральной программе, телефонизации всех там даже сильно удаленных сел, где прописан хотя бы один человек. Но фишка этого телефона автомата в том, что позвонить в Москву или, например, в Питер ты не можешь. И в Челябинск ты не можешь позвонить, потому что он работает только по северо-западному региону. То есть ты можешь позвонить в Архангельск и в Нарьян-Мар. У нас ни в Архангельск, ни в Нарьян-Маре родственников нет. То есть если бы у нас не было спутникового телефона, что есть этот телефон автомат, что его нет. В принципе, все равно. Ну, хорошо, хоть карточку можно купить было в местном просто продовольственном магазине. Ну, в общем, это такое лирическое отступление. В общем, трое суток мы там чинились. Двумя печами углем топили этот самый клуб. И две печи, одну комнату не могли прогреть трое суток, до температуры выше плюс 15. То есть я там работал как кочегар трое суток. То есть ребята чинили у вас, а я кочегарил круглосуточно, абсолютно. И температура не выше плюс 15. Можешь себе представить нормальный такой морозец за окном. Вот. Значит, в итоге мы починились. И пока мы чинились, в сторону поселка Индика проскочил продуктовый вездеход. Соответственно, он нам пробил колею, и мы были несказанно этому рады. Вышли ему навстречу и закопались на первом же подъеме после деревни Воланга. Зарыли там, копали там. Ну, в общем, сумасшедшими вещами занимались. И этот вездеход уже едет нам навстречу. Вот. Он нас наверх выдернул, и мы дальше копаем. В общем, вот до Индиги еще было около 100 километров. Мы их шли четверо суток. Четверо суток 100 километров. Причем мы спали только тогда, когда мы вот все. Вот. Не могу больше копать, выжимать сцепление, трогаться, раскачиваться и так далее. К этому моменту уже машины были обуты в цепи. Давление было спущено там до 0,5 атмосфер. То есть уже вот все вооружение, которое можно было применить, мы уже применили. И при этом, соответственно, Ford шел впереди и периодически поддергивал УАЗ. УАЗ еще была жуткая проблема. У них постоянно разбортировались из-за низкого давления колеса. Ребята набили руку за день собирать, бортировать колеса раз 10 за день движения. Это, естественно, все записано на видео. Там совершенно феерические картинки. Как-то бензином там бортируешь колесо. Просто наливаешь там практически 100 миллилитров бензина в покрышку. Ты поджигаешь, он с хлопком просто собирает это колесо на место. Сынк приехал. Да, все совершенно феерично. Да, только зрителей нет. И в общем, к концу четвертых суток мы выкатываемся к поселку Индига. При этом мы заезжали там к леневодам в гости, ели строганину у них. Там к нам приезжали уже какие-то люди на снегоходах просто так нас проведать. Потому что уже вся тундра знала, что какие-то психи едут на машинах. Естественно, так как у них ничего не происходит, естественно, зрители какие-то приезжают. Причем им не лень приехать за 40 километров, за 60 километров. Они прекрасно понимают, что мы никуда не денемся, мы же едем медленно. Если мы вчера были в двух километрах там, значит, завтра мы будем в четырех километрах восточнее. То есть искать недолго. И в общем, народ приезжал. И в общем, мы подъезжаем к Индиге. Сил уже нет. Хочется в тепло, хочется в баню наконец-таки помыться. И я звонил своему другу в Нарьянмар, Саше Холодову, и спрашиваю, Саша, а у тебя есть кто-нибудь знакомый в Индиге? Он говорит, нет. Но я сейчас сижу в ресторане. Я сейчас спрошу. И он просто в ресторане спрашивает у окружающих. А у вас есть у кого-нибудь родственники в Индиге? Ну, один человек, естественно, нашелся. Говорит, да, у меня есть. Вот там вот путешественники едут, они их приютят? Он говорит, конечно, приютят. Через 10 минут на нас вечно выезжает снегоход, через 40 минут мы уже сидим в гостях у совершенно прекрасных людей в поселке Индига у Виктора Боброва. И уже кушаем горячие пельмени, строганину и так далее. То есть вот это вот северное такое немногословное гостеприимство, оно, честно говоря, совершенно поразительное. То есть там нет болтологии. Он, когда нам приехал навстречу на снегоходе, он даже не останавливался поздороваться. Он просто до нас доехал, встал, развернулся, встал спереди и поехал впереди нас. Мы не оздоровались. Я даже не понимал, кто это и зачем он. Но я вижу, нас человек явно куда-то ведет. Ну, разведет, хорошо. Потом, пока он нас ведет, мне просто приходит смс-ка о том, что за вами выехал снегоход, он ведет там вас туда-то и туда-то. Вот весь разговор. То есть нет вот этого остановиться на обочине, 40 минут поговорить. Да, не такой зачем. В ночь мы приехали, отмылись, отбрились, на следующее утро просыпаемся. А одного из нас, от Алексея Братенева, штурмана УАЗика, уже нет. И мы спрашиваем, а где он? А он уехал с Виктором на рыбалку. Они за 4 часа через лунку во льду натаскали 350 хвостов корюшки. Удочкой, не сеткой. И вот когда ты вот это все видишь, ты понимаешь, что вот если есть рай на земле, это вот там. Потому что, да, там холодно, но одеваться надо теплее. Но выжить там можно, ну, если у тебя есть руки, в принципе, то выжить можно абсолютно элементарно. Потому что куропатки летают прямо из-под колес. Рыбы навалом. Все есть. Вода чистая, экология идеальная. Ну, в общем, короче говоря, рай абсолютный. Ну, в общем, это такие отступления. Дальше мы покидаем Индигу. И нам все говорят, что, парни, дальше асфальт. Мы пробили в этом году специально для вас зимник из Индиги в Нарианмар. Мы не верим своим ушам, потому что сроду зимник из Нарианмара в Индигу не был. Оказывается, какие-то геологи что-то там разведывают, и они типа пробили зимник. Мы такие радостные, уже одели джинсы, парадную одежду. Сказали, что вечером мы будем в ресторане в Нарианмаре и выезжаем. Проехали километров 80, упираемся в геолого-разведочную базу, где люди, опять же, из Челябинска, естественно, все буровики, они все из Челябинска, смотрят на нас и говорят, парни, а здесь нет никакого зимника. Это зимник до нашей базы. А дальше там есть какая-то дорога, но к концу зимы, может, будет зимник, потому что мы туда ездим, но сейчас нет. В общем, мы туда начинаем рубиться. Там 40 километров, по их прогнозам, абсолютной целины. Такой целины, опять же, с вездеходными целины. Нас же уже не испугать следами. В общем, вот туда приезжаем, там какие-то бульдозеры чего-то делают, ну, ровняют эту дорогу. Мы радостно таки разговариваем с механизаторами. Они говорят, что да, мы сейчас вот типа прокатаем, подождите три дня, и вы проедете. Ну, видите, что такое три дня, подождите в тундре. В общем, ждать неохота, мы что-то начинаем тыркаться, и у нас рвет дифференциал в уазике задний. И мы опять остаемся на недоприводном, на переднеприводном патриоте посреди тундры. И все. Пути к отступлению отрезаны, потому что мы вернуться уже не можем по вот этому зимнику. Впереди у нас 40 километров, а по сути через 80 километров уже на Рианмар. То есть нас уже настолько ждут, что даже слов нет. Значит, вот мы двое суток там худо-бедно как-то подождали, потом поняли, что у геологов свое время, и за трое суток они ничего не пробьют. И я решаю, что надо пробить дорогу самому на Форде, а потом по своим следам, несколько раз проехать туда-сюда, а потом по своим следам плавненько протащить УАЗик. В общем, я начинаю ехать, и в каком-то из оврагов у меня обесточивается вся электросеть в автомобиле. Он умирает. Понять, что случилось вот посреди абсолютно дикого поля, опять же, там в температуру где-то в районе 30 мороза, очень сложно. В итоге я переночевал в спальнике в машине, которая не заведена, ну, благо все снаряжение, еще раз подчеркну, такое правильное, северное. Понятное дело, что за ночь перемерзла вся солярка, то есть заводить с утра уже бесполезно. Мы протащили 5 километров от УАЗика до Рейнджера по тундре аккумулятор в санках, вырезанных из канистры из-под солярки. Вот, и так далее. Ну, в общем, попытки его реанимировать ничего не дали. Мы понимаем, что у нас одна машина полностью умерла, у второй порванный задний мост, а до выхода на Печору, где уже хорошая дорога, которая ездит постоянно, всего 8 километров. То есть мы прошли уже там 500 с лишним по тундре, а у нас 8 километров нас отделяют от цивилизации. Причем это направление по дороге. А справа от нас в тундре, в двух километрах находится поселок Хангурии. И мы видим невооруженным взглядом, как ездят там снегоходы по улицам, как загораются фонари в окнах и так далее. То есть мы уже, в принципе, приехали, и мы вот как заложники сидим на последнем участке. И мы, по сути, ну мы можем, конечно, чиниться, но это бесполезно. Заказываем, звони в Нарьянмар. Оказывается, что там дифференциал есть. Но дифференциал даже на снегоходе никто не берется нам привезти. Ни один гусеничный вездеход в нашу сторону ехать не хочет, потому что в прошлом году там что-то где-то утопили. Бесполезно. Вот. В общем, мы связываемся с Нарьянмаром. Там ребята связываются, по-моему, с местным МЧС. МЧС находит нам вездеход Четра. И мы его... Это огромная такая штука, как дом размером, похожая на ракетовоз. Масса только гусеничная. Весит она почти 12 тонн. 11,5 тонн. И мы, опять же, арендуем ее еще за 25 тысяч. Она приезжает к нам туда. И, соответственно, выдергивает нас в Нарьянмар. Еду, естественно, полностью неотапливаемую форде до Нарьянмара, просто так проскребая пластиковой карточкой с бирбанковской себе окошечко в лобовом стекле. Вот совершенно феерические фотографии, я вам могу сказать. Ну, на всю жизнь просто можно запомнить. Ну, и в Нарьянмаре мы просто ставим машины в сервис, они отогреваются, на следующее утро у меня машина свободно заводится. Просто устал. Чего там было, непонятно. Но я считаю, что это, опять же, ангел-хранитель нас спас. Потому что если бы она не вырубила электричество, я бы сжег себе сцепление. Потому что когда мы ехали за вездеходами, я понимал, что если бы я проехал дальше, я бы 100% угробил себе сцепление. Потому что там было столько снега и столько кустов, что это просто смерть потом. Потому что не так страшна тундра, в которой лежит снег, как страшна тундра, в которой кусты, поверх которых лежит снег. Вот по этой субстанции ехать вообще невозможно. То есть ты просто проваливаешься в эти кусты, а там, я не знаю, там сколько угодно, может быть. Там 2 метра, может быть. То есть иногда ты копаешь лопатой, и ты понимаешь, что у тебя глаза на уровне фар, а ты до земли не докопался. А машина лежит на боку. Просто она провалилась боком туда, и все. Ну, в общем, страшное дело. Ну, в общем, в Нарьянмаре нам по-быстрому оживили машины. Выставили совершенно космический просто ценник. В автосервисе за замену дифференциала у нас попросили 28 тысяч рублей. Это, опять же, к вопросу о ценах на севере и в Москве. То есть в Москве абсолютно дешевле. Хотя в Москве дешевле были. Вот. И таким образом мы зацепили Defender, за которым мы, в общем, туда ехали, на жесткую сцепку за Рейнджером. И отправились в обратный путь по Зимникам. Уже по классической дороге через Усинск, Печору, на Ухту. И дальше уже вот в Скотовкаре, как я рассказывал в начале передачи, погрузили его Defender на автовоз. И прибыли 1 февраля ночью. Я в Москву, а мои напарники героически в Челябинск. Это был чудом выживший Алексей Мочалов. Кijo. КAgà.